В феврале, когда зима уже порядком надоело, ноту позитива и красок приносит карнавал. Значение слова доподлинно неизвестно, однако если учесть, что время празднования приходится на крайние две недели перед началом Великого Поста, да и слово «карневале» дословно переводится как «мясо прощай», то самой распространенной версией остается именно прощание с мясом. Карнавал в том значении, в котором привычно его представлять, с массовыми народными гуляниями, уличными шествиями и театрализованными представлениями, больше распространен в католических странах. Родиной, безусловно, считается Италия, позже традицию перенела Франция и Германия. Самыми знаменитыми в Италии считаются карнавалы, проходящие в Венеции, в Тосканском Виареджо и очариали на Сицилии. Конечно, зрелище, захватывающее дух по красоте и масштабности. Но не у всех итальянцев есть возможность посетить такое мероприятие, а зачастую и желание тащиться за три девять земель, чтобы затем еще попасть в толчаю. Для таких практически в каждом городке устраивают свой местный карнавал, который по большей части нравится детям. Масштаб таких мероприятий, как правило, невелик и чаще напоминает выпускной кружка самодеятельности. Но если заранее не ждать грандиозного действия, то выглядит все вполне симпатично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Возможно, карнавал появился намного раньше, но первые упоминания относятся к X-XI векам. Главным героем любого карнавала является маска, первоначальным назначением которой было уравнять социальные статусы горожан на период празднования. Под маской бедняка мог скрываться вельможа и наоборот простолюдин на какое-то время мог почувствовать себя господином, облачившись в соответствующий наряд. К тому же многие маски изготавливались с глиняной или кожаной перегородкой для верхней губы, что позволяло искажать голос до неузнаваемости. В такой маске невозможно было узнать человека. В Венеции идея с масками настолько понравилась жителям, что их принялись носить даже в обычные дни. Но, к сожалению, в любой безобидной затее всегда найдут выгоду нечистые на руку товарищи. Так, например, многие вельможи носили маски в казино, скрываясь от кредиторов. Да и вообще, под личиной гораздо проще совершать различного рода преступления, от воровства до убийства. Поэтому католическая церковь наложила запрет на ношение масок в некарнавальные дни, издав декрет, исходя из которого ослушавшихся мужчин приговаривали к штрафу и двум годам тюрьмы, а женщин публично степли. Позже последовал период затухания интереса к карнавалу, и только во второй половине 20 века традицию стали возрождать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok